Итак, сегодня 21 января 2024 года. Люди, в принципе, настолько разнообразны в своих проявлениях, в своих социальных, поведенческих каких-то обрядах и обычаях, что, можно сказать, это похоже чем-то на деревья в лесу или вообще на какой-нибудь природный, на кустарники леса, то есть на растительный мир природы. Он тоже настолько разнообразен, и все это уживается вместе, иногда не уживается, иногда уживается, вместе, несмотря на их очень большое разнообразие и очень большое, как сказать, различие в условиях жизни, принципах жизни. И если в растительном мире это не вызывает ни у кого удивления, то почему-то у людей это вызывает удивление. То есть есть люди, скажем, дубы, а есть люди береза, есть осина, а есть вообще какая-нибудь трава или камни. И при этом это все нормально, все это естественно. Но почему-то, когда встречаются разные люди, мне, например, то меня удивляет, почему они хорошие или плохие, или злые, или жадные, или добрые, они не так, как я. То есть я этому как бы не удивляюсь, потому что я это понимаю, но все равно я внутри удивляюсь, почему людей, похожих на меня, очень мало, или вообще нету. Вообще нет в моем окружении, но может быть и все, и каждый человек так думает. То есть каждый человек отличается от всех остальных столь сильно, что кажется ему, что он единственный такой, единственный такой и неповторимый, и что он один из миллиона. А на самом деле просто каждый человек настолько отличается от всех остальных, то есть разнообразие внутри меня, как я себя вижу из своей головы, со всем остальным окружающим миром, это настолько разительно и настолько отличается, что мне кажется, что я один, и все остальные вокруг. А на самом деле мы все, каждый один. Вот так. Вот в природе это все нормально, и все это уживается. То есть такой лес, такой лес, особенно в диком, конечно, лесу. Не то, что если это не парк какой-нибудь, где все подстригается, подстригается под линейку, или там французский парк, английский парк, где какие-то условия соблюдаются, и они выдерживаются специально искусственно. А нормально, обычный лес. То есть и березовая роща хороша, и темный ельник хорош. И даже если я не хочу гулять в темном ельнике, да вообще не пролазный, грубо говоря, а березовая роща так приятна и хорошо, или какой-нибудь дуб одинокий, стоящий на лужайке, все это, некоторые вызывают хорошее впечатление, а некоторые, ну, сумрачное, и настроение хуже, и что-то еще. Вот, грубо говоря, негативные эмоции, будем так считать, или отрицательные, а некоторые позитивные эмоции. Но они, все это существует, и все это имеет место быть, и это не является причиной, например, вырубать темный ельник и сажать березовую рощу. Вот такие примерно мысли.